Что видите вы? Что видит ваша девушка? Помогите. Всем привет! Всем привет! И вы спросите меня, Лиза, а что с твоим лицом? Я вам отвечу. Итак, всем привет, девочки и мальчики. Впервые или не впервые зашлёшься на мой канал. Как вы поняли уже, потому что происходит видео, я люблю удивлять. Да, в этом вся я. И сегодня я хочу рассказать вам о тех продуктах косметических, уходовых, без которых я не представляю ни одну свою поездку. Поскольку я путешествую достаточно часто, но для меня это часто. Типа мои знакомые, друзья, ладно, мои одноклассники, скажем так, выезжают очень редко куда-либо. Ну, судя по их инстаграмам, да, я слежу иногда, смотрю истории, кто чем занимается, кто чего добился, так сказать. Кто бизнес открыл в 17 лет и мотоцикл себе купил. Это была история фурор. У нас в беседе есть моих одноклассников, моих тупых одноклассников. Там, короче, девочка пишет, которая ещё ушла в классе 10-м. Типа, ребята, приходите на вебинар. Главная тема вебинара, как стать миллионером. Её спрашивают, типа, Лариса, ты что, уже стала миллионером? Она такая, у нас с мужем уже два мотоцикла на... Я такая, Лариса, Лариса. Итак, поскольку я постоянно путешествую, постоянно это два раза в год, может быть, три раза в год. Не важно, куда, в Казань, в Сыктывкар, возможно, в Барселону. У меня редко появляется что-то новое из продуктов, потому что мне очень страшно покупать что-то дорогое, а если это бюджет, то чаще всего это... Давайте я вам расскажу топ, сколько тут, наверное, 10 или 15 продуктов. И также, что самое главное, я буду показывать дешёвые аналоги, если они есть. Тут, наверное, у большинства продуктов есть дешёвые аналоги, поэтому поехали. Первое, с чего я хочу начать, это уход. Это щётка Фрео. Обязательно проходите внизу по ссылке, смотрите, там есть разные расцветки, разные именно модели вот этих вот щёточек. Смотрите, если вам что-то понравится, возьмите, если у вас есть возможность, потому что этому продукту я не могу найти замену. Я уже говорила и в прошлом видео, в комментариях там был полный расп... Я надеюсь, мат можно, да, матом ругаться, да? Мне просто уже 20, извините, мне можно. И я вам отвечаю. Мы с Ильёй этой штукой на двоих пользуемся. Ну, он одной стороной, я второй. Всё, что забивается у вас, короче, в поры, она их просто такая пам-пам. Вот, это, блядь, просто битбоксер, микс стей, параллель за мадрид. Вы включаете. Мне помогает пенка с этой щёточкой, то есть я наношу сначала пену на щёточку, потом вот так, чтобы всё не разбрызгалось, и вот, вот, вот так вот. А также, что очень важно, она восстанавливает цвет кожи после перелётов, так как у меня, например, после них вообще всегда такое лицо, будто я больна чем-то серьёзным. Но нет, я здорова как бык. А также эта щёточка очень компактная, и это круто, потому что её можно взять даже в сам самолёт непосредственно, и она не будет вам мешаться, потому что её можно положить хоть в карман, куртки, хоть, не знаю, в любое отделение сумки. Но если вы тот самый последний из динозавров и впервые слышите об этой чудо-штуковине, то я сейчас кратко вам поясню. У щётки есть две стороны для сухой и жирной кожи, это очень удобно. И несколько уровней пульсаций. Но мой главный видеоблогерский респект прилетает за то, что держит зарядку она очень долго, неприлично долго. То есть за два месяца использования я, по-моему, ни разу её не заряжала. Если бы ещё у моего телефона был бы такой скилл, это, конечно, был бы полный восторг. Следующее, что я хочу вам показать, это уже пойдут... А, нет, хочу похвастаться. Суть видеоблогеров, да, похвастаться. Купила своей сестре iPhone XR, MacBook Pro, потратила полмиллиона рублей, встретила клоуна в самолёте, который летел над Ираном, да. Ненавижу. Ненавижу просто. Я хочу похвастаться. Если вы знаете девочку Анастасис, я... Ну, наверное, знаете, раз вы знаете меня, то вы знаете Анастасис, там, Катю Клэп, да, Брайана Мапса. Она мне подарила её линейку, всю линейку её вот этих вот масок, которые вышли, скрабов. Я не могу этим никому не покмасать со сонами. Я бы обязательно взяла с собой одну из них. Вот в следующую поездку я её возьму, потому что девочки! Это маска Нереалка. После неё вот вы её снимаете, и лицо такое... Такое персико, такое бархатное. Этот у меня с арахисом. Дальше с карамелью. Вот этой вот я пользовалась. И вот такая вот с вишней. Этой пользовалась Илья. Пахнут! Пахнут реально вот именно как эти продукты. Тут мне больше всего нравится надпись, типа... Привет, меня зовут Настя, и совместно с Хелен Голд я разработала линейку сладостей, от которых ты точно не поправишься. И также она мне подарила два скраба. Вот это я, конечно, не стала выбрать в поездке, потому что это, ну, геморно. Ну, кто в поездке такой, типа, после тяжёлого дня на горе с папой в Португалии, такой, типа, спускается, такой... Надо с храбешником сегодня помазаться. Это скрабы-соль для ванны. Тоже этот у меня с пьяной вишней. Пьяная вишня. Это как раз я с папой в Португалии. И с ароматом пряного глинтвейна. Вот. Недавно я вложила историю к себе в Инстаграм о том, что я избавилась от чёрных точек. Да, это действительно так. Я... Я... Сейчас нос бы не сломать. Я действительно избавилась от чёрных точек посредством одного всего лишь продукта, который мне посоветовала Алия. В Казани, когда я была. Это продукт от Клиник. Называется он Эксфоли... Вот так вот он... Вот. Так вот он выглядит. Девочки, запомните это и берите в первом попавшемся магазине. Лучше в золотом яблоке, потому что там всё время скидки. Просто это продукт... Продуктка нереалка. Здесь у нас скраб, которого нужно всего лишь... Ну вот он вот так вот выдавливается. Нужна всего лишь вот такая... Я клянусь вам, без прикола, но урофл. Вот такая вот капелька. И вы берёте, растираете вот так вот по носу. Вот. Эффект не заставит себя долго ждать. Это буквально три применения и в охренеете. Я типа выхожу, когда из душа, у меня такое ощущение, как будто мне порывы ветра в лицо. Это просто потому, что кожа дышит, как бы угри такие... Всё. Вот эта штука, ваш главный спаситель, угрей не будет. Угрей, черных точек, акне. Угарь это то, что мы в савроллах едим, правильно? Я неверно говорю. А то, блядь, фу, я не хочу больше савроллах с угрём. У этого продукта, к сожалению, нет аналога, потому что он супер классный. Я не знаю, за свою, даже за две тысячи этого хватит на год. Следующее, что я хочу вам показать, это уже пойдут декоративные всякие штуки. И давайте начнём с бровей. Я бы взяла в свою обязательно в поездку, естественно, продукцию для бровей, потому что, ну, вы представляете меня вот так вот? Хотя, наверное, кто меня смотрит с 2013 года, они меня такой вполне себе представляют. Потому что я так снимала видео. Вот такая вот штука. Это Benefit. Давайте сделаем как в 2013 как раз вот так вот. Супер вещь, не засыхает. У меня уже она, наверное, на месяце 4. У меня уже она... У меня уже она... У меня уже она, наверное. Она, наверное. И супер, супер продукт. Стоит 2 с чем-то тысячи. И аналоги. Что? Где? Не понял. В смысле... А, ну что? В попу укатилась. Вот такие вот тени от Vivienne Sable. Я их нашла, когда я уезжала как раз с Active Car. Мне нужна была срочно какая-то замена. Вот так это выглядит. Тенюшки. Кисточка. Супер. За сколько там? 200 рублей. Отличный вариант. Просто. И также аналог Essence. It's all about brows. Это лучший вариант по бюджету. Потому что это тени. Но если вы любите текстуру полностью нестения, как бы, да? Как карандаш может быть даже. То вам подойдет именно эта палетка. Потому что, смотрите, тут представлено 4 оттенка. 3 оттенка. Это хайлайтер, который вы наносите под бровь, над бровью. Таким образом они выделяются. Все мы смотрели Игоря Синяка. К сожалению, вот почему я как раз перестала пользоваться этими тенями. Потому что у меня закончился воск. Воск нужен для того, чтобы... Я не верю, что я вообще об этом говорю. Господи, я что... Это не я. Это какой-то бутерблогер. Но я разобралась. Те, кто когда-либо в руках держал тушь или карандаш для бровей, разберутся с этой фигней. Следующий продукт. Это тушь. Если вы пользуетесь тушью, у вас не накладные ресницы, как сейчас у меня, которые уже выпали, я похожа на облезлую кошку, то я вам предлагаю продукт от Vivienne Sabon. Paris. Коричневая тушь. Она стоит 200 рублей. И это лучший вариант за свою сато и мость. Она еще не открыта. И она ждет своего часа, потому что она ждет выпадения моих ресниц. Это, видимо, ты провокаторша. Надеюсь, она закатилась не в диван. А то пип ее уничтожит. Далее. Тональником я сразу хочу сказать, что я не пользуюсь. Я сейчас для видео накрасилась тональником, потому что... Не знаю. Но! У меня очень жирная кожа. Сейчас, может быть, не скажешь. А не скажешь потому, что я пользовалась. Матовой пудрой от Essence. Я видела кучу огромную подобных вот пудровых всяких штук. И они стоили дорого. То есть там тысячи две бывают пудры. Но я бы просто ее, как говорила когда-то моя любимая видеоблогерша, я бы ее забетонировала, залила бетоном горячим. Это фиксирующая компактная пудра, которая поместится вам куда угодно. Можно в рот. А не, нельзя в рот. И она бейкинг. Если вы знаете, что это такое, вы молодец. Если не знаете, как я, то... Это, короче, когда макияж запекается. Шарите? Бывает, шарлотку мама запекает, а вы лицо свое запекаете. Мои родители меня бы точно не поняли. Поскольку я не пользуюсь тональниками, мне все равно нужна какая-то... Не знаю, какой-то контуринг, потому что иногда лицо бывает боленом. Мы все об этом прекрасно знаем. Особенно по утрам вы такой просыпаетесь, такой... Панкейк! Хелло! И я предлагаю вам два хайлайтера. Это не бюджет. Это хайбим от Benefit. Он у меня, девочки, уже года три. Надеюсь, срок годности не вышел. Вот такая вот вещь. Это кремовый хайлайтер. То есть, показываю один раз. Наносите вот сюда. Вот сюда немножко. Вот сюда. Он шикарно блестит. Такой жемчужный, знаете, жемчужный хайлайтер. Вот еще можете на пальце посмотреть. И бюджетный вариант от Essence. Мне подарила Катя еще на мой день рождения, на мои 18-летия. Он в стике. По сути, то же самое, что кремовый. Но, естественно, пигментирован он гораздо меньше. Потому что вы как бы наносите, и он такой, знаете, ну как... Еле-еле. Вот этот, конечно, он прям вбивается в вашу кожу, и вы сияете, как жемчуг. Но... Рыгаю, как губник. Также, я стараюсь следить за состоянием своих губ. Они у меня, слава богу, никогда не трескаются. Никогда никакого герпеса... Хорошо, что сказала не герпеса. Никогда никакого герпеса, ничего подобного не было. Вот только сегодня вскочил. Но я не люблю текстуру блесков. Однако, хочу вам посоветовать от Clorans. Вот такой вот блеск. Вот с этой вещью, вы если намажетесь, вы будете соской-нереалкой. Давайте я продемонстрирую. Хотя я не буду демонстрировать, потому что у меня электронная сишка очень вкусная. Я не хочу на ней оставлять следы вот этого блеска. Смотрите, какой дозатор. Он... Такое ощущение, что вот у вас кто-то целует. Тейп. Тейп тебя целует, говорит, что любит. И он запекается. То есть, когда он высыхает, у вас губы принимают вот этот вот оттенок без какого-либо блеска. Кто-то мне под видео, под прошлым написал. Ой, как бесит. Почему все начали пользоваться этими блестками? Даже те, кому они совершенно не идут. Да, бесит эти колхозницы. Хорошо, что мне идут. Блестки у меня от Urban Decay. Heavy Metal. У меня есть очень много вот этих вот всех блесток. Наверное, штук пять. Кстати, скоро хочу сделать конкурс. У меня там стоит офигенный духиат, Burberry и крем. Я не пользуюсь ими, потому что мне не очень подходит аромат. Но я очень хочу разыграть его среди вас, именно среди людей из Москвы. Обязательно ждите. Скорее всего, будет. Потому что еще скоро будет обзор на Алиэкспресс, который мне идет. Чумная посылка. Смешно. Да, вы меня испугали пипец. Я типа сидела и думала... Боже мой, боже мой. Что же мне делать, что же мне делать? Но потом я подумала... Я татуировку била, крест у чувака на грязном диване. Он такой типа садись. Ну шо, крест бить будем? Да. Похоть. Давай. И набил мне иглой просто. Ну, как бы зараза не занеслась, наверное. Может и занеслась. Мне очень нравится моя новая доделка. Подождите. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте комментировать. Я Розова Волоска. С вами была Ариэлька Лиза Мадрид. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok